Может, если бы были бы парни, то, может, люди бы нам прошли вперёд. Нет, если вы чувствуете себя неудобно, чтобы прийти сюда бесплатно, то вы можете, конечно, к Ирине Анатольевне после служения, что они будут их едать и все равно прийти вперёд. Это шутка, если шутка, потому что, в общем, юма, шутка юма. Шаба шалом. Мы рады всех снова, как говорится, видеть. Помните, как старая песня, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А кто написал песню? Нет, это не Ахуджал? Нет, не буду надеяться. Стурмашнее задание. Хорошо. Вы знаете, у нас вчера было такое хорошее. Начало шабата. И сегодня у нас продолжение. Сегодня у нас гостя Ушпизин. Это не фамилия, не имя и не отчество. И не псевдоним. И даже не погремуха. Это такое еврейское слово, которое означает особенный гость. И у нас в гостях друг еврейского народа, не побоюсь этого слова. Особенный человек, божий служитель, архиепископ. Вот вы видели живого архиепископа? Сейчас посмотрите. Поэтому мы приглашаем отец Сергия, Сергий Журавлев, вам слово. И мы ожидаем особенного промолчения. АПЛОДИСМЕНТЫ ШАМАТ ШАЛОМ ВОСТОЧНЫЕ СЕМЬИ Я архиепископ. Да, но я не монах. И монахом никогда не был. Я реформатор. И супруга, и дети, и внуки смотрели сейчас мою трансляцию. Да, и передавали огромный привет. Так что вам привет от моей супруги, от наших шестерых детей, двух внуков и трех котов. От всех огромный привет. Все смотрели, все рады. Вот. Так что... Вот. И от нашей церкви, с Киева, большой привет от наших братьев, сестер. Также с Румынии, с Грузии, Белоруссии, России, с разных мест, с разных стран. Православное обновленческое движение, реформаторское движение, оно пока небольшое, но довольно-таки география уже большая. Вот. А также с Израиля. Привет. Один из наших служителей сейчас там трудится. Да. Батьями. Так что, если в Батьями кто есть, можете сказать, очень вкусные хинкали. Да. Такой небольшой свой бизнес. И служение там же. Вот. И дамы и господа, братья и сестры, служение реформаторское, православное служение. Вчера я свидетельствовал немного, говорил о том пути с Господом. Я очень благодарен Ему за, да, уже почти 40 лет нашего знакомства и общения и пути этого земного с Ним и в Нем. И я очень Богу благодарен за это. Очень и очень признателен. И сегодня в собрании этом святом хочу Бога поблагодарить за все. Творца неба и земли всего видимого и невидимого. И я в таком волнении сегодня также хочу свидетельствовать и, знаете, и молиться такой молитвой, молитвой примирения, молитвой особенной. Я думаю, что предпуримно очень в это время подготовки к празднику, когда умножается радость, действительно вот внутри ощущаешь с каждым днем в этом месяце Адар, вспоминаешь о том былом Пуриме, размышляешь о других Пуримах. Катан-Пурим мы еще называем, малыми Пуримами такими, которые были в истории от тех маленьких Пуримах, но которые были в наших судьбах, в наших семьях. И, знаете ли, волнение такое просто внутреннее, огромное благодарность Богу. Да, у нас был внук, но вот в это месяце Адаре родилась внучка. Аллилуйя! Ей еще несколько дней всего от рождения. И, знаете, я нарек ей имя Адар, а второе имя Гадаса. Адар Адар Адаса. Вот. И Адар, я давно молился, вот, и верил, что нам Бог даст девочку родить в этом месяце Адаре. Вот. Но Бог дал внучку в месяце Адаре. И вот и это имя, оно у меня было давно в сердце. И окончательное решение, чтобы именно это имя было ее, было у меня немного чуть раньше, когда возле шхемских ворот в Иерусалиме погибла одна юная девушка, боец Макава Адар. 19 лет было всего девчонки. Она была смертельно ранена террористами, предотвратила теракт крупный, и, уже будучи умирающей, смогла убить террористов, выстрелить. Вот. И потом, когда я перечитывал и смотрел фотографии, я сказал тебе пред Богом, что будет девочка, я назову ее Адар. А второе имя Адаса, как раз имя Адмисфии, то имя, которое благословен Бог наш. Настоящее имя. Она же Исфирь, конечно, она же царица. Вот. Но она Адаса. И, друзья, я хочу сегодня тоже свидетельствовать. Наш Машиах, он есть действительно свет просвещения всех народов. И он есть слава народу своего Израиля. Когда он был еще совсем маленький, его принесли к храму. И он праведный Симеон, да, как мы говорим, Шимон Цадик, он провозгласил слова эти, Духом Святым, что маленький этот мальчик, тогда еще только родившийся, он станет светом к просвещению всех народов. И он станет славой народа своего Израиля. Дамы и господа, братья и сестры, Иисус Христос и Ишуа Машиах. Он действительно в эти два тысячелетия, первая часть пророчества, она фактически исполнилась. Он стал светом, действительно светом, просвещающим все народы. Иоанн пишет о нем в Евангелии, что он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Всякого человека, приходящего в этот мир. И он есть слава народа своего Израиля. Вот эта вторая часть этого пророчества, она исполняется на наших глазах. Исполняется в таком мессианском пробуждении. Исполняется в таком небывалом, неслыханном прежде в истории христианства, интересе к еврейским корням, к традициям. В интересе к истокам веры. Это потрясающе. Это великая честь жить в это время. Великая честь пред Богом. Ведь Бог нас мог... Само время, это Его творение. Временное само это измерение, это тоже Его творение. Которое имеет начало и будет иметь конец. И знаете, Он мог бы нас разбросать по временам. В разные эпохи мы могли бы жить и не пересечься совершенно. Мы могли бы пересекаться с другими людьми, с другими душами. Но Он нас поместил в это время. В это время, когда космические корабли, да, бороздят. Простой Вселенной. В эти дни, когда, знаете ли, Слово Божье проповедуется так, как никогда раньше в истории. За все эти тысячелетия, почти 6 тысяч лет, не было такого никогда. Сегодня, разве что лениво, не читая Библию. Сегодня на любых языках, на речиях. Пожалуйста, на свои гаджеты поможем сказать. Если бы понаскачивал в Библии здесь разных переводов, мыслимых, немыслимых, на всякий случай. Иначе вот, пусть будет пригодиться. В хозяйстве все пригодится. И часто-то не пригождается. Бывает, что где-то там летишь, допустим, и попутчик или попутчица. Да, но с самолетом никуда не сойдешь. Никуда не выйдешь. Вот, да, телефоны просто выключить. Или беззвучный режим сделать. Беззвучный режим. Как в Израиле, Минрэ помолился там, да, мессианский. Достанем телефоны, давайте и помолимся. Я так растерялся немного. Ну, тоже достал, на всякий случай. Мало ли, там в Израиле ничему не удивляешься. Там везде чудо. Значит, чудо погоняет. Я тоже достал телефон. Ну, может, мало ли, может, есть прямая связь без робинга. Я не знаю. Да. Помогите нам, братья и сестры, рядышем. Вот. И, знаете, интересно, что... А, и он помолился так. Благословен Бог наш, давший нам мобильную связь. И повелевший ее отключать во время служения. И все нажали, чик, так, чтобы молитва подействовала. Да, помогите, да. Слава Богу. Слава Богу. Как... приходя в собрание, вообще, как бы, человек, он был вне зоны досяжности, чтобы он просто не волновался, не переживал ни о чем, значит, и вообще не отвлекался ни на что. Что просто мог обращаться к Богу и все. Без всякой связи. И не важно, ты простой смертный или непростой смертный. Вот. И, знаете, друзья, я благодарен Богу, что мы живем в то время, когда восстанавливается Царство Израиля. Восстанавливается то, о чем говорили пророки. Когда ученики прощались с Иешуа, он сказал им, что не ваше дело, время это знать. Он не стал их расстраивать, потому что я не знаю, как они реагировали бы. Наверное, очень тяжело если бы он им рассказал все, как будет. Порой блаженно даже и не знать многое, что в будущем. Знаете ли, наше дело делать в любую эпоху Божью работу, Божье дело. Но в 20-м столетии, после самой кромешной тьмы, после того, что называют Холокостом, в еврейской традиции мы это называем шоу, да, трагедия, да, произошедшая во время Второй мировой войны, после самой этой мрачной ночи, когда 6 миллионов звезд погасли, наступил рассвет, неожиданно, после самой глубокой тьмы, наступил неожиданно рассвет нового дня. И это было чудо. Люди интуитивно порой тянулись к своей земле, которой они не знали, но которую чувствовали, ощущали всеми фибрами души своей. И 14 мая 48-го года Бангарион зачитал Декларацию независимости Израиля. Это чудо, которое Бог совершил это пурин, который совершился. Знаете, друзья, это чудо еще чудеснее потому, что оно совершилось руками, как правило, людей нерелигиозных совершенно, далеких от религии, от традиции еврейской, христианской, любой другой. От этого чуда это становится еще более чудесным, что Бог совершает руками любого человека свои великие деяния. и прошло немного лет и в 67-м году во время войны еще одно чудо произошло, одно из самых важнейших, второе по значимости своей чудо геополитическое 20-го столетия. Первое это восстановление Израиля, начало возрождения Израиля как государства, а второе это что Иерусалим снова наш, Иерусалим снова еврейский город, Иерусалим снова столица еврейского государства. И вот эти два чуда они действительно очень о многом говорят. Они произошли, кстати, оба чуда произошли в одном месяце, ну в библейском исчислении имею в виду, в месяц Иерусалим месяц Иерусалим месяц без праздников, который между получается Симаном и Несаном. Но мудрецы в древности еще говорили, цартики древние говорили еврейские, что месяц Иерусалим хотя он месяц без праздников, но во времена Машеха он станет месяцем праздничным. Мудрецы ломали голову порой, а что же это будут за праздники, интересно, какие праздники произойдут, что произойдет, что станет началом этих празднеств. Сегодня мы уже знаем, что это действительно чудо, это действительно так. И в месяце Иерусалиме произошли два самых важных геополитических чудо 20-го столетия. Сегодня месяц Иерусалиме это очень праздничный месяц, насыщенный, но в ближайшие годы он станет еще более ярким. братья, сестры, дорогие друзья, и как в той песне поется, что действительно в сердце не угаснет. Эта песня стала гимном Израиля, до сегодня, кстати, да, хотя сейчас вопросы поднимаются, пересмотра нового гимна, идея уже брошена, давно уже брошена, но до сих пор эта песня, она звучит как именно гимн Израиля, гимн сианистов. Я как сианист эту песню часто пою и как гимн, и как молитву. ПЕСНЯ 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 Будет стремиться к востоку на Сион, в землю отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освящает путь, мы тьме тысячи лет ее храним. Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. И я однажды был в Израиле давно и с туристической такой группой. И нам за неделю показали, что могли показать, много показали. И знаете, но самое незабываемое с той поездки у меня был эпизод возле стены плача. Было то, что произошло возле стены плача. Мы подходили все вместе, а потом нас поселили в гостинице недавно далеко, и можно было пройтись снова туда уже самостоятельно. И я воспользовался этим. И там было много молящихся людей. И я был в Лясе, в Белой Лясе, и прикрыл крест. И пришел к стене. Я подходил к стене, и это было удивительно. Чем ближе подходил, знаете, это как вот, даже не знаю, да, как какой-то небесный портал. Я не знаю, как объяснить даже, что произошло. Но вот расскажу то, что я могу рассказать. Чем ближе подходил, знаете, от меня вот как будто бы от сих пор где-то кусочек как будто бы какой-то оторвался, не оторвался или не знаю, но отошел. Не больно, но очень приятно даже это. Отошел. Я не вижу это физически, но он реально ощутимо отошел от меня, и чем ближе приближаюсь, он очень быстрее приближается туда к стене. И туда прям чик и встал. Вот, знаете, как вот эти пазлы собираешь, и такое ощущение, что вот этот кусочек, он прям там и был вообще. Вот прям вот настолько, это я не видел физическими глазами, но ощутимо было настолько вот это духовное вот это переживание, что вот как будто бы перед глазами. Но не глазами, это физически я этого не видел, но это было потрясающе. И хотя я этого лишился кусочек как бы, притом я даже не думал об этом совершенно, но он там и остался. Так интересно. И вот возле стены молился, потом отошел, стоял в стороне уже, подальше, по отдам. Но я понимал, что внутри меня нет кусочки какого-то. Думаю, ну ладно, может это показалось. Я не знаю как. В гостинице поспали утром, экскурсии. Мы на экскурсии куда-то ездили? А, к Мертвому морю туда. И знаете ли, мы там ходим, нам все показывают. Хорошо. Но я чувствую, что кусочка у меня нет. Думаю, это не просто показалось вчера. Интересно. А где он? Он там. Надо же, так интересно. Потом был уже в Ангарион уже, другой день уже, значит, уже и уже вылет уже с Израиля. А я и на другой день тоже чувствую, что кусочка у меня нет этого. Ну так приятно, что его нет, что он там. Потом вылетели уже, улетаем. Я вот прощаюсь с Израилем, но я понимаю, что кусочек меня там. Ой, это так приятно было, так неожиданно. Я не знал, как это потом рассказать у себя в церкви. Приехал, вернулся с Израиля без кусочка. Притом это был очень такой важный кусочек, я так понимаю. Вот сейчас я уже эти годы прошли, достаточно, уже достаточно много, но, сколько уже лет пятнадцать, но я, понимаете ли, я понимаю, что часть меня там всегда в этой молитве с Израилем, там в этой стене плача, там среди молитвенников. И, знаете, это вот очень приятно. Пред Богом, говорю, это очень приятно. Вот. И неожиданно, я, честно говоря, не слышал таких свидетельств, но вот, ну, за что купил, за то продал, вот, рассказал вам. И, друзья, то, что произошло и происходит сейчас восстановление Израиля, это великое чудо, величайшее чудо, дамы и господа. И расскажу сегодня еще одно свидетельство, вот, свое. Даже в самые темные ночи есть свет, есть свет, и как бы ни было темно, нам, верующим порой, есть свет, который просвещает всякую тьму на самом деле. И я вчера рассказывал, как вот тогда, да, уже самому не верится, уже почти сорок лет назад, вот это чудо произошло, встреча с ним, моя бармитва, такая была сверхъестественная, когда он стал моим отцом. Я вчера рассказал, что во сне научился с ним разговаривать, значит, не выходя из тела, не умирая, без экстрима, можно просто с ним говорить. Это был первый сон. А второй сон, который я упомянул вчера, но не рассказал. Он был удивителен. В этом сне я узнал и обратился впервые прямо во сне, к нему, к Богу, как к своему отцу. Я проснулся в таком стрессе, это не передать. Мне еще не полно в 13, и я вырос в семье, но полной семье. У нас и мама, и папа, все хорошо, понимаете ли? Но я никогда в жизни не думал, что у меня есть другой отец. Это потрясающе. Хотя я был и напуган, и удивлен, и восхищен одновременно. Это удивительная история. И ранним утром тоже засветло еще, засветло. Я обращаюсь к нему, я снова обратился к нему, как к Богу. И я впервые назвал его своим отцом. Во сне я называл его папа и папочка. Но я, я же сказал папа вначале, потом отец, потом... Думаю, как-то странно. Если сейчас родители меня услышали, что я кого-то, во-первых, говорю с невидимым, кого я не вижу. Во-вторых, я его называю своим отцом. Это... Я сам... Мне было очень тяжело перешагнуть через себя. Но я это сделал. И я, как во сне, я это сделал. Я это назвал его своим отцом. Назвал своим папой. И стало очень... Мне многое понятно в жизни. В Бармицу, да, или Батмицу, самое основное, конечно, вот, великое самое, что человек, мальчик, девочка, который доверен родителям, да, мы их воспитываем, мы заботимся о них всю нашу жизнь. Сколько им не было бы лет. Но, знаете, постепенно взрослея они, даже в семьях неверующих далеко, нерелигиозных абсолютно людей, в этом возрасте у многих проявляется бунт. Многие психологи над этим бьются. Как же помочь людям? Многие родители порой недумевают, заламывают руки. Как быть с детьми, не знают. А на самом деле это просто заложенное в человеке. Не то, что родители плохие. Просто заложено в человеке, что есть у него другой родитель. Есть у него. И если в 12 лет не показать правду, этот бунт может далеко зайти вообще. Интуитивно человек понимает, любой нормальный человек понимает, что у него есть родитель. У него есть мама, папа. У него есть... Что родители земные, они... Даже если он не знает ничего, никакой теории о Боге. Я это знаю лично просто. Не понаслышке. Если человеку не дать понять, что действительно, в этот момент как раз, вот 12-13, как раз именно в это время, я по своим детям это смотрел каждый раз. У нас шестеро детей, Бог нам дал троих мальчиков, троих девочек. Я каждый раз, когда приближались они к этому возрасту, каждый из них, я особенно переживал. Я им снова и снова рассказывал о моей встрече с Богом, о том, как у меня это произошло, как я умер тогда, как я потом воскрес, и как в этот промежуток короткий времени я... На земле не так много прошло, некоторые минуты о вечности, я там другое измерение совершенно. Пережил очень многое. Он действительно очень любящий, очень хороший. Очень хороший. Мне нравится, как американцы говорят, God is good, all the time. Значит, все он у хороших всегда, God is good. Бог благий, Бог всяк час, да? God is good. Вот, и это прекрасно. И поэтому я, когда размышлял тоже и над тем, что в жизни Иисуса произошло, да, он приближался тоже к тому периоду времени, к 13 годам время уже шло, ему было 12 с половиной, получается, потому что исторически Иишо родился чуть раньше, чем это принято считать, на 3 с половиной, получается, года. Хотя обычно о Рождестве Христа принято говорить в культуре христианской в декабре, в январе. И это, ну, по-своему очень красивая культура. Я бываю в разных собраниях, в разных церквях, проповедую на эту тему, рассказываю, даже в мечетях на эту тему пару раз рассказывал. Как раз к Лисмас Тайм попадал, меня приглашали, ну, как татарина. То есть у меня есть своя фишка такая, как называть это или как еще. Да, значит, давали мне слово. И в Карачае, в Черкесии, и в Татарстане, где моя родня, большая мусульманская родня. Вот, по матери это Талин, да, по отцу евреи. Вот, как бы. Поэтому мне очень близка и мусульманская культура, и иудейская культура очень близка. Вот, но и в той, и в другой культуре я... Мне очень близка русская культура, ну, в хорошем смысле слова, не то, что называется сейчас русским миром, они, это никакое отношение не имеет к русской культуре. Вот, но, знаете, действительно, я проповедовал, да, в Христе рождение Машеха или рождение Масиха, Иссы, и люди слушали, принимали. Даже пару раз в мечети пел даже эти, украинские народные песни, эти, да, рождественские. Они прекрасны вообще. Притом, в каждом куплете там порой такая глубина, богословие. Особенно мне нравятся вот эти вот... Я же первый раз в Украину приехал, Украина стала моей второй родиной. Я родился и вырос в России. В 97-м году, в конце 97-го, приехал в Украину. Украина стала моей второй родиной, где как реформатор я состоялся, вот, как служитель уже реформаторской, такой православной церкви. И я приехал как раз, время такое было, декабрь, ну, ближе к Рождеству уже как раз, по приглашению к католической церкви приехал, и приехал, первый город, куда я приехал, это был Львов. Миста Лева, да. Да, интересно. Да, прямо в локу бандаревцев угодил. Да. И, в общем-то, самое интересное было... Я приехал по приглашению Любомира Гузера, тогда помощника кардинала в Рео-католической церкви, ну, как приглашение, это громко сказано, значит, просто с Минска, апостольский визитатор Сергий Ужгай, он порекомендовал меня, значит, во Львов, и с Львова, вот, с канцелярии епископа ответили приглашением. Вот, я приехал во Львов, я на тот момент уже больше года был вне официальной Русской православной церкви, я вышел уже тогда, вот, и общался с протестантами, и с католиками общался. Даже, ну, ладно, это уже там, другая тема. И вот, и приехал во Львов, вот, и мне порекомендовали пройтись, как раз утром поезд пришел, так хорошо, я прошелся по этим мощеным улочкам, красота, вот, до собора Юра, вот, значит, и люди здороваются, а я, значит, в рясе с крестом на груди, такой, у меня железный крест такой металличный, я иду, значит, а люди здороваются, слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу. Я думаю, вот это да. Интересно, я говорю, здрасте. Здрасте. Никогда отец Сергея не был так ближе к провалу. Да, даже полночащийся за ним парашют не выдавал мне так, как здрасте. Одним словом, спалился. Одна бабушка меня пожалела, она видит, что я, как бы, так, молодой, неопытный, отозвал меня бабушек, можно вас? Я говорю, пожалуйста, что-то такое. Я говорю, я вижу, вы невестная, говорю, как вы говорите. Ну, наши люди не здороваются так. Они думают, надо отвечать слава на веке Богу Святому, там, слава Богу. Я думаю, что, спасибо, буду знать, исправлюсь. Мне так понравилось, думаю, надо же, здорово. Да чтоб я так живу вообще. Утром, за место здрасте, слава Иисусу Христу. И в ответ там, на веке слава Богу Святому. Думаю, вот это да, здорово. Думаю, вот так бы, вот, везде бы. И чтобы ни по утрам не мыть, не кинешь, что-то еще. А слава Иисусу Христу. Но понимаю, что даже не все, конечно, имели в виду именно это. Потому что там, вижу, там сигаретки, спил на что-то, и говорю, слава Иисусу Христу. Ну, ладно, понятно. У них своя вера, свое понимание. Но мне так понравилось вообще. И две недели жил у Любовирая, кузера, в гостях. Не давал покоя старику. Он тогда уже был человек немолодой. Вот, расспросами. И через Любомира, через его сердце, через его душу, я полюбил Украину. Вот, за две недели я влюбился в Украину тогда. Именно через него. Знаете, вот, это очень интересная история была для меня. Я не знаю, если бы не Любомир, я, наверное, бы просто, ну, побыл бы здесь немного, и вернулся бы, и все, и как бы не думал бы никогда об Украине. Но вот Бог так дал в жизни такое знакомство. И пелись песни эти рождественские. Как раз заедут костелы, там пелись песни. Мне так не понравились. ПЕСНЯ 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 Вообще, ну, это прекрасная песня, вообще, говорящая о Рождестве. Ну, хотя исторически Иисус родился, понятно, не в декабре, не в январе, по-нашему, получается, в сентябре. Вот, тиши, месяц тиши. Исторически именно вот так получается. Но, дамы и господа, самое главное, самое основное, даже не в этом, а самое основное, чтобы Христос Иисус, да, Ишуа, чтобы Он рождался в сердцах людских и царствовал в нас, верующих. Это самое основное, самое великое, потому что без этого. Но Он есть действительно свет, просвещающий всех народу. Все народы. Сегодня все народы, так или иначе, просвещены этим светом Слово Его. Удивительно. А ведь Он говорил об этом, слушайте, Он пророчествовал, что при Девопришествии будут, конечно, там и плохие знамения, многие очень даже страшные, они тоже исполняются, но будут и хорошие. И самое хорошее, то, что Его Слово будет везде проповедовано. А сегодня, друзья, во всемирной паутине, да, вот это просто невероятно, все языки мира фактически, Слово Божье звучит, хочешь слушай его, хочешь читай, смотри вообще, как хочешь. Да, волос свидетельство всем народу. Действительно, это так. И это великая честь, я говорю, жить именно в это время, в эту эпоху. И вот по поводу света, я хочу об этом рассказать. Я видел видение. Ну, это два раза в моей жизни было видение, физическими глазами, я имею в виду, видение. Вот, первый раз это было в таком, тоже в экстремальных очень условиях, в очень экстремальных условиях. Это было в Советской Армии еще. В Советской Армии, в 80-е годы, я служил в Подмосковье, и с военкомата кто-то записал, видимо, со слов ребят, тоже художников, мы от художественного училища как раз, ребята, отправлялись в армию. Вот, кто-то записал верующий, вот, но я приходил в храм, ну, я мало, честно говоря, так трудился в храме. Больше рассказывал ребятам о Христе, о Боге, из Евангелия рассказывал, притчи Христа очень любил рассказывать. Я жил этим словом. И, кстати, один из ребят, спустя ровно 30 лет после наших вот этих бесед, он стал верующим человеком. Дима из Липецка, очень хороший художник, мы вместе учились в Орловском училище художественном, и он рассказал интересно, что, вот, представьте, мы, говорит, 30 лет не виделись. И вот за эти годы я о тебе вообще особо не думал. И то, что ты рассказывал, ну, это не вспоминалось. Но, представьте, семя было посеяно, я, ну, он слушал, с вниманием слушал, хотя я в основном другим ребятам рассказывал, но он тоже был обычно в нашей компании, слушал. Вот, и, знаете, интересно, что спустя ровно 30 лет после очередной пьянки-гулянки, когда он, ну, бедный художник, знаете ли, ну, не потому, что там миллион роз купил, а потому, что все пропил. Вот, знаете ли, и, ну, своя история, вот, значит, и ничего нету вообще, шаром покатить, и даже опахмелиться нельзя, он пришел там, значит, в этот, к одному, ну, для халтуры, что-то подзаработать ему копейку, и там отказали вообще. И, представьте, в такой ситуации вдруг все стал вспоминать. Вдруг, само собой, все стало вспоминаться, все притчи, он даже не вещи такие стал рассказывать мне потом. Я думаю, это точно рассказывал? Да. Я это помню, я помню, вот, вот это, да, думаю. И, а не слово, он покаялся. Там же, в Липецке, в одной из писательских церквей, не регистрировано братство, покаялся, и как раз с похоронного бюро, где он там халтуру какую-то получал, как художник, значит, то он оказался один из этой писательнической церкви, и он как раз пригласил его как раз в церковь, и он пришел, и все. И сейчас он уже несколько лет уже там уже, и проповедует теперь слово там, вот, и мы с ним встречались, я у них был в церкви, в Липецке, он проповедовал, вот, пару лет назад. И, знаете ли, я вижу, что действительно, вот, Божий человек, Бог спас его. Но, сейчас я о другом хочу, я еще почему это рассказал, что сейте слово Божье, даже если вы не видите, что это взросло, даже если не увидите, все равно сейте. Вот, в сердце у этого Димы, да, у него 30 лет сидело это семя внутри, и оно никак, ни ему, ни окружающим не давало о себе знать. Представляете, где-то в подсознании сидело это слово, и затем оно проросло. И поливающий, и насаждающий, честно, ничто, а все, кто? Бог, Бог, взращивающий, возвращающий, дающий жизнь всему. И мы им живем, и движемся, и существуем, дамы и господа, братья и сестры. И я расскажу то, что видел введение. Я служил в Московье два года, первых полтора года была служба у меня очень хорошая, ну, в смысле, простая довольно. Последние полгода была очень сложная служба. Первый срок службы, полтора года первых, был офицер охородный и другие офицеры, которые мне, так вот, ну, как бы покровительствовали, будем так говорить. Сейчас я уже понимаю, кстати, офицер мой охородный командир был с Украины, западной Украины. Сейчас я уже понимаю, он коммунист, партийный офицер, понятно, да, но у него, я так понимаю, где-то внутри глубоко была вера, он что-то помнил, знал, видимо, потому что по любому поводу меня отпускал в церковь. И часто бывало так, ну, полтора года службы, фактически каждую субботу вечер, в воскресенье утром я был в церкви, вот, о том многом говорить, да. И за это время я и читал, и пел на пиросе, там, у священника, порой гражданку переодевался, а порой просто в форме приходил на пиросе, пел, там, читал, продолжалась моя практика. И обучение в семинаре целый год, я имел возможность у отца Иоанна Подошельского, настоятеля этого храма, вот, проходить этот курс обучения. Удивительно, конечно, было. Вот, и, но последние полгода стало очень сложно. Новый родный командир из таких блатных офицеров. Вот, и, ну, кто служил офицерами, если есть офицеры бывшие, то слышали, наверное, в Союзе была в Советском такая школа высшей офицерской курсы, выстрел имени Шапошникова, вот, в Подмосковье, в Солнечногорске. Вот, я там служил в полк обеспечения учебного процесса. И, знаете, интересно, что там у нас было больше полковников, чем рядовых, понятное дело, на курсах. Там только успеваешь, только вот так вот ругают, честь отдавать. Да, с утра до вечера. Вот, значит, и, ну, целые батальоны полковников, представьте, целые батальоны там, значит, ну, старших офицеров, подполковников реже, в основном полковники были. Вот, пять было генералов постоянных. Вот, генерал-полковник наш был, собственно, руководителем, как можно так выразиться, вот, и этих курсов. И у нас там были офицеры, некоторые блатные такие офицеры, чьи родители там где-то в ЦК КПСС сидели, где-то там, где-то в обкомах и прочее. И вот мой родный новый командир, он из плотных как раз пришел. Его отец был командующим военному округу, в основном, генерал-полковник. Он старший лейтенант, а отец его генерал-полковник. Значит, и фамилия ему слишком известная, вот, но дело не в этом даже. Значит, и отец его приезжал, отец его был прокурором тогда по Московской области, главным прокурором. То есть, ну, как бы фишка такая, серьезная. О многом говорил, если министр обороны, даже приезжавший к нам, часто довольно, вот, старший лейтенант подходил к нему и, вот так, по отчеству, просто даже без имени. Это о многом говорил, конечно, понимаете. Вот, и, и этот старший лейтенант, он сразу показал, что он блатной. Приехал в пентагоновской шапке такой, в фуражке, крокодиловые сапоги, бриллиантовая заколочка, с плеточкой. То есть, вообще, то есть, образ совершенно... Надо отдыхать, надо в ужасе, в общем. Ну, ты очень крутой, кусочкой,iram100, ну, он тут купил этот человек. лечит. Журавлев ко мне. Ни взводных, никого. Я простой солдат, вообще, рядовой. Все аж там переменуют. Откуда, может, родня какая неожиданная такая. Я так в ужасе, короче, к нему подхожу, он на меня смотрит, и я по взгляду понял, все, моя служба будет очень сложной. Ну, как Ленин на буржуазию, знаете, вот так вот, да, испепеляющим взглядом. Вот. И, ну, ладно. И на самом деле, на второй день я уже был впервые в своей жизни на Гаупарфте. Даже уж не помню, по какому поводу первый раз. Вот. А потом началась моя служба такая, последних вот этих полгода, в основном на Гаупарфте, и чаще всего в карцере. Вот. Значит, сутки, двое, трое, потом сутки гуляю, и обычно снова туда. Вот. То есть я вроде и не попадал фактически в расположение роты. Все время на Гаупарфте, и это было вообще ужасно. Попадаю на сутки, а потом добавляю там же, не выходя от, допустим, ну, от того, от того, со штаба полка даже добавляю. Короче, и выхожу только через неделю, через две бывало даже. То есть всякое было. То есть полгода просидел в основном там. Вот. Или же на полигоне, на самую грязную работу, на полигон, то есть вообще это ужасное было место у нас там. Ну ладно. И каждый раз живым возвращался с полигона. Для него это было просто страшно. А на самом деле там была подстава несколько раз, что я не должен был вернуться живым. А я возвращался живым. Вот. И... А его это вместило еще больше. А я не знал вначале, почему он так вот на меня взъелся с первого же дня. А... Ну, у меня были... У меня свое КГБ было. Свои ребята были в штабе полка, в Кисаре. Вот. И они мне рассказали такую историю. Слушай, когда начальник штаба, вот этого старшего лейтенанта вашего там, командира роты, с ним общался, то ребята слышали их разговоры. Вот. И мне передали. Первый раз еще, когда он был только в полк приехал, он сказал, начальник штаба, что рота образцовая, передаем тебе роту образцовую вообще в полку. Но, но, говорит, там есть одна паршива овца, которая все сразу портит. И имел в виду, самое интересное, меня. Я не знал этого до конца, почему именно. Ребята это могли только лишь передать, что они услышали. А через некоторые годы, прошло несколько, некоторые годы еще оплатать, уже в девяносто первом году уже не было... А, уже еще был, кстати, последний месяц. Я уже служил священником в Рязани и случайно встречаюсь с бывшим прапорщиком этого полка, секретной части полка, прапорщик, который меня в свое время на постоянку хотел взять из-за того, что там не пьет и курит, там, значит, там, значит, там, самого переходят, значит, все, подходящая личность. А, говорит, себя за начальник штаба тут же забраковал, почему? Ты что, вот, козла в огород? Это же верующий. Там на личном деле написано верующий, все. Это как бельмо было. И, знаете, расскажу, как было само это ведение. Как вообще, что произошло? Дошло все до того, это противостояние. А там получилось так, что в полку, именно в полку обеспечения процесса учебного, ну, многих офицеров, многих очень, я снабдил там новыми заветами. Тогда, в 1850-е годы, достать новый завет было очень сложно. Вот, значит, и по тем временам там от 25 до 50 рублей, это были большие деньги, да и не доставишь нигде. Вот, я через отца Иоанна нашего, вот этого настоятеля, куда я ходил, я доставал эти новые заветы. Вот, и каждый раз, вот, приходя в часть или на курсы порой, на курсах тоже, кстати, там подрубную работу-то повел такую, просветительскую, но реже, реже. Там другие совсем правила были. А в полку было попроще, конечно. Вот, значит, и, знаете, многие офицеры меня вызывали, ну, как художника. Я единственный художник был, который на постянку не попал, потому что верующий. Но вызывать вызывали, там, только комнату Ленинскую, там надо что-то, там, подкрасить, там, что-то подмазать, там, то, там, еще что-то. Вот, и вызывали меня, вроде как бы, на работу, на день, допустим, да, но я уже знал, что сейчас начнется. Вопросы, один, другой вопрос. И не просто, как особисты расспрашивают, а вот имена, вот, действительно, по-хорошему спрашивают. Имена, вот, им интересно узнать о вере, о Боге. Я им рассказываю тоже. Потом что-то в жалах Новыми Заветами. Прямо в Ленинской комнате у нас была такая явочная комната. Вот. Интересно так было. Один там был майор такой, с такой странной фамилией, такой Бардадым. Вот, он, он все, меня вызывал несколько раз, а потом все время завершал беседу и говорил, ну, скажи, Журавлев, вот, на самом деле, правда, вот, вот, рай, ад, вот, что, суд Божий. Я говорю, ну, товарищ, мне говорю, ну, правда, конечно. Эх, черт, у меня такие проблемы, говорит, вообще. Ну, такие. Он каждый раз заканчивал беседу вот таким. Эх, черт, у меня такие проблемы, говорят. Ну, ладно. Вот, ну, хотя черт, ухался, но искренне, знаете ли. Вот. И знаете, друзья, когда вот этот был офицер у нас, да, вот он у меня на галпахту постоянно, и последний раз настолько вот это противостояние уже было, видимо, серьезно, духовное, что он в очередной раз перед, на построении роты, ну, поклялся уже, короче, даже уже все, что ты у меня, говорит, а все уже стали уже на дебель уже, уходить уже, вот, что ты у меня вообще не, дебель у тебя не будет вообще. Ты пойдешь этот, как его? В Десбат. В Десбат, вот, в Десбат, да. Значит, и, в общем-то, на самом деле, меня на галпахту, и сказали, уже не буду выпускать уже оттуда, уже потом будут только в Десбат меня отправлять. На полтора года минимум, а начальник Десбата, это Московской области, был его родной дядя. Вот. И мне передали, когда наша рота в корону заступила, писарь наш передал мне от него информацию, последнее слово его передал, такое, что, значит, что живым ты оттуда не вернешься, дебель будет ногами вперед у тебя. Вот. Но, и он мне, между прочим, сказал, что да, вот, они там делали каким-то ребятам дебель такой ногами вперед, ну, обычно как вешали, и потом записывали на самоубийство. Ну, в общем-то, из Африи списать легко, а из Десбата еще проще намного человека списать. Вот, значит, и не хотелось так дебель ногами вперед, знаете ли, молодой еще совсем, ну, куда еще, жить решил, и... Ну, ладно. И сколько будут в этом карцере, неизвестно. Сутки, двое, трое суток, неделя, вторая, третья. Последний раз в карцере, кто был в карцере когда-то, те понимают, о чем я говорю. Это, ну, жуткое место, честно говоря. Очень жуткое место. У нас были ребята с Кантемировской, с Томанской дивизии, офицеры приезжали, и все однозначно говорили, что ваша вахта самая жесткая, даже, значит, у них не такая жесткая. Были офицеры хорошие, нормальные офицеры было, много таких, но были офицеры, к сожалению, и с такими садистскими наклонностями. Там, допустим, попадаешь на галупавку, тебе сразу отбивают почки, печень, все, отбивают тебе. Это первая процедура. Потом, значит, это все повторяется, вот, постоянно. И это ужасно. Знаете ли, и делали аквариум, так называемый, у нас назывался он аквариум, когда, ну, это как грузовой лифт, цементный только, в полумраке таком, застрявший на какое-то время. И, значит, там фактически герметично. И, значит, делали, как следующее, наливать два-три ведра, там, воды холодной, на пол, значит, тебе, и туда с собой хлорки. И закрывали. Это не передать. Это просто не передать. Это сразу тебя обжигает всего. Ты просто вот с такой башкой потом теряешь сознание, сразу, значит, у тебя все, короче, все обжигаешь. Себе, значит, и теряешь сознание очень быстро, в принципе, значит, когда хлором тебя травят. Они смотрят специально, чтобы не до смерти было. Потом вытаскивают, вот, значит, потом могут повторить. Когда ты понимаешь, что это снова повторится, это настолько, это просто, ну, нервный срыв у тебя начинается. Вот. И после аквариума там невозможно дышать очень долго. Просто невозможно дышать. И меня посадили в последний раз как раз сразу после аквариума. Это просто было страшно. Я дышал хлором и терял сознание, и тебя не вытаскивали. Приходил в себя и снова держался, значит. И в холоде, полтора месяца на холоде, фактически при нулевой температуре, в одном ХБ, никакой мебели нет абсолютно. Единственный способ разогреться, это отжимание, приседание. Ты не ешь, полтора месяца фактически ничего. Карцер, не дают ничего, только лишь в конце могут тебе что-то дать на миске. И по укружке самое страшное еще не было пить ничего. По укружке такой жижи, знаете, как в баке море, ну нормальный человек в нормальных условиях стошнит с такой жижи. Но там даже это пьешь, потому что хочется хоть что-то попить. Лежишь этот цемент, чтобы хоть немного влаги было на языке. Ну и много другого могу описать, но не хочется не совсем кошерные вещи рассказывать. не шапать, не совсем. Ну ладно, я скажу, что это было серьезным таким очень видимо себя испытанием. И о многих вещах до сих пор, хотя уже сколько лет прошло, до сих пор мне трудно рассказывать даже, честно говоря, о многих вещах. Вот, и но да, ребята ломались, многие там очень жестко относились там, конечно. Но в 30 градусов на мороз, допустим, там потом, когда выводили ниже 30 градусов на боссу ногу в кирзачах и держали ну минимум час на улице, на плацу. Ну там, в плацах, дворик этот, где авто была. Один раз меня выгоняли, но не тот раз, последний раз, когда полтора месяца сидел безвылазно, а до того еще кто сидел, придержали час, потом придержали два часа, последний раз держали почти всю ночь. Как я выжил, я не знаю, честно говоря. Когда заходил обратно, то у меня ноги просто были как каменные, я их не чувствовал совершенно. Вот на боссу ногу в кирзачах выйти, значит, ниже 30 градусов мороза. Вот ты идешь, и ты уже не чувствуешь себя, уже просто ходишь, уже понимаешь, что ноги уже не твои уже совсем. Вот как я оттаял, я потом, значит, потерял чувствительность в ногах совершенно, они отнялись просто-напросто. Просто сидел на цементе, и все, я их не чувствовал ноги. А потом все вернулось. Много было других вещей еще более страшных, но скажу, что выжил. жив. Да, жив Господь и жива душа моя. И знаете, что произошло? Это вот такая предыстория небольшая. И там молиться запрещали, значит, могли еще сутки добавить или просто там отбить еще раз почки, печень. Вот, значит, но, знаете, с другой стороны, я научился некоторым вещам, которые я бы не освоил, наверное, в нормальных условиях, таких, безстрессовых, таких. Безмолвному крику, безмолвной молитве. И когда ты не просто даже молишься просто безмолвно, а ты даже вопишь Богу безмолвно совершенно, безмолвно совершенно. Это была моя молитвенная школа. Я потом это понял, спустя некоторые годы я это понял. И даже был Богу благодарен за ту школу. И потому что можно молиться по-разному. и вопить Богу можно по-разному совсем. И в один день, когда уже весь промерз, ну, месяц уже находился в холоде, в голоде, в жажде, значит, дышал хлором, то есть, ну, для выживания очень сложные условия. Месяц прошел, сутки отчитывая, что, когда вечером новые рода в караул заступают, ты понимаешь, еще прошел был еще один еще. Вот. И дальше было следующее. Я позабил Богу. Безмолвно. Безмолвно. Но это был уже вопль такой уже. Я примерно вспомнил вдруг историю одну. Я мало читал что-то из отцов церкви, из жития святых до армии. Но пока вот в основном только Библия была у меня в доме, только Библия была у меня. С � Essa